Приветствуем вас на канале нашей мастерской. Мы давно обдумывали видео с обзором инструмента, но долго не могли найти подходящий формат, а также сам инструмент. У нас в планах иногда снимать обзоры на ручной инструмент и на электроинструмент, который относительно недавно появился на рынке. В этом видео я расскажу вам о пылесосе Fistool, раскрою его особенности, нововведения, которые привлекли наше внимание. Мы надеемся, что вам понравится такой формат, поэтому ждем вашего отклика в комментариях. У нас в мастерской есть четыре пылесоса. Это Мирка, Вирутекс и два пылесоса Fistool. Мирка находится в помещении финишной обработки и постоянно занята. Вирутекс работает в паре с торцовкой в помещении черновой обработки материала. И не так давно один из пылесосов Fistool занял свое место и начал работать в паре с 60 капексом. По итогу более-менее мобильным остался только один пылесос, что для масштаба нашей мастерской мы сочли не очень удобным. Поэтому мы приняли решение купить еще один пылесос и купили данную модель. Это Fistool CTL MIDI-1. Немного об общих характеристиках. Его заявленная мощность от 350 ватт на минимальной силе всасывания до 1200 на максимальной. Аппарат предназначен для повышенных нагрузок в условиях производства. Это означает, что пылесос может долго работать без перегрева и каких-либо поломок. Но даже в случае перегрева пылесос не даст вам его сломать. Он автоматически отключится, так как оборудован тепловым реле. Загорится на передней панели красный светодиод. Это будет означать, что пылесос близок к перегреву. Повторно его включить можно будет не ранее, чем через пять минут, чтобы пылесос остыл. Посмотрим, какие изменения коснулись внешнего вида. Пылесос по сравнению с прошлыми моделями стал немножко выше и в целом увеличился по габаритам. Сверху теперь появилась крышка. Под крышкой отсек, куда можно убрать шланг, когда пылесос не используется. Также теперь кверху пылесоса можно закрепить систейнеры. Это T-Lock или SysDock. Это бывает очень полезно мастерам, которые часто берут пылесос с собой на выезд. Кардинально изменилась панель управления. Круглые переключатели заменили на сенсорные кнопки. По нашему мнению эта панель расположена не совсем удачно, так как не очень удобно подключать проводной инструмент. Крышка розетки все время норовит закрыться и приходится ее держать, одновременно втыкать провод от инструмента. Перейдем к боковой стенке пылесоса. На ней расположены отсек для выдува воздуха и две ручки. Потянув за одну из них, можно извлечь фильтр тонкой очистки для того, чтобы промыть его. Но стоит обратить внимание, что пылесос уже оборудован системой прочистки фильтра. За нее отвечает вот эта ручка. Чтобы осуществить прочистку фильтра, необходимо включить пылесос на максимальную мощность, заткнуть рукой шланг и три раза опустить ручку. Давайте рассмотрим подробнее, как это работает. Затыкая рукой шланг, мы создаем разрежение в баке. Это можно проследить по тому, как немного бак деформируется. Опуская ручку, сила всасывания в шланге пропадает и весь воздух устремляется через сам фильтр тонкой очистки в мешок пылесборник. Это значительно восстанавливает силу всасывания, особенно после долгой работы с мелкой пылью. И вообще, производители рекомендуют это делать каждый раз после долгой работы. Вернемся к фильтру тонкой очистки. По сравнению с прошлыми моделями, теперь его намного легче заменить. А самое главное, что вместо него можно поставить губчатый фильтр, достать мешок пылесборник для того, чтобы производить влажную уборку. Не стоит переживать за то, что влага может залить проводку или что-то подобное. На верхней части пылесоса расположены два контакта. Когда вода до них доходит, пылесос автоматически отключается, загорается на передней панели красный светодиод. Это означает, это значит то, что воду необходимо вылить. После влажной уборки пылесос необходимо тщательно просушить. Вернемся к отсеку для выдува воздуха. Наверное, в солярной мастерской это не вещь первой необходимости, но все равно приятно, что пылесос теперь обладает и такой функцией. На самом деле, используя два шланга, вы можете отводить выходящий воздух куда-то за пределы своего помещения и не поднимать уже осевшую пыль. Важно помнить то, что пыль в шланге оседает только с одной стороны ребер. Если вы захотите использовать шланг для отвода воздуха, будьте аккуратными, чтобы пыль не вылетела вам в лицо или в глаза. Давайте рассмотрим внутреннюю часть пылесоса. Размер бака... Объем бака 15 литров, что в свою очередь не очень много. Но по мере заполнения мешок пылесборник трамбуется, принимает форму корпуса и веса может достигать до 23 килограмм. Если объем бака будет больше, соответственно и вес мешка будет больше. Если мусорный контейнер у вас находится довольно далеко от вашей мастерской, то тащить 30 килограмм будет довольно проблематично. Комплектный мешок является одноразовым, но можно докупить многоразовый мешок из полиэфирного нетканого материала. Для удобства транспортировки есть специальная крышечка, которая закрывает отверстие, чтобы пыль не вылетала из мешка. Давайте перейдем к задней части пылесоса. Сзади расположен наружный механизм намотки кабеля с откидной частью, что значительно упрощает процесс его размотки. Сам кабель имеет длину 7,5 метров, что довольно приятный плюс. Это может позволить вам работать в большом помещении, где розетки, например, расположены только по периметру вдоль стен. Перейдем к шлангу. Это новое поколение шлангов. Они теперь имеют очень приятную тканевую обмотку и они теперь не так сильно зацепляются за край стола или за край вашей детали. Сам шланг имеет длину 4,5 метра и конус по всей длине от 27 к 32 миллиметрам. Производитель указывает, что шланг является антистатичным. Но как минус мы выявили то, что при работе и фрезеровке МДФ шланг довольно неприятно бьется током. Довольно ощутимый минус, учитывая то, что при фрезеровке можешь случайно задеть кабель, тебя ударит статическое электричество, ты дернешься, испортишь деталь или в самом плохом случае травмируешь себя. Также, так как шланг имеет конус по всей длине, он не должен засоряться. Но мы были бы не мы, если бы его не забили. Мы фрезеровали ласточкиные хвосты толщиной почти 30 миллиметров и шланг довольно плотно забился почти по всей длине и прочищать его было сплошное мучение. Давайте поговорим о способах подключения инструмента к пылесосу. Само собой, на передней панели расположена розетка для подключения проводного инструмента, но также данная модель оборудована системой Bluetooth, что позволяет работать с беспроводным инструментом, если у инструмента есть ответный значок Bluetooth. Подключение происходит довольно просто. Нужно просто зажать на 5 секунд кнопку на пылесосе и включить инструмент. Подключение произойдет автоматически. Также система Bluetooth дает возможность докупить отдельную кнопку. В нашем случае она располагается на конце шланга, но также, если вы подключили, например, его к какому-то небольшому фрезерному столу, ее можно расположить прямо рядом с кнопкой включения самого фрезера. Также при работе мы заметили еще пару минусов. Это то, что к сенсорным кнопкам нужно немного привыкнуть. Они могут не сразу срабатывать при быстром нажатии. Палец нужно немножко удерживать. И второе, то, что когда пылесос подключен к сети, но не включен, он не показывает, на какой силе всасывания он стоит. Что довольно неудобно, потому что можно включить пылесос, а силы всасывания не будет хватать для удаления опилок или стружки. В целом я попытался раскрыть все особенности данного пылесоса. Наш опыт использования фирмы Festool показал, что этот инструмент практически безотказен. Предыдущие пылесосы работают у нас уже более 15 лет, и мы надеемся, что данная модель будет нас также радовать. Мы специально не стали нагружать это видео подробными техническими характеристиками. Если это будет кому-то интересно, все это можно найти на официальном сайте в файле pdf. Там указано все, что только можно указать. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!